МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Время новостей на МТВ в студии Светлана Ларикова. Сегодня исполняется 65 лет со дня запуска искусственного спутника Земли. По этому случаю в планетарии стартует неделя космоса. На открытие приедет герой России Олег Новицкий. И с днем пожилого человека принимают поздравления активисты Совета ветеранов Краснооктябрьского района. Об этом и не только я и мои коллеги расскажем вам в течение дня. А в ближайшие полчаса вы увидите. В Волгограде исторический парк «Россия. Моя история» отпраздновал свой пятый день рождения. Музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова пополнился сотым произведением художника. Активисты эко-проекта «Проросток» высадили молодые деревья вдоль аллеи по улице Ярославской. В Волгоградском молодежном театре состоялся бенефис актера Андрея Тушева. Ему исполнилось 45. Волгоградские учителя принимают поздравления. В преддверии профессионального праздника лучшим педагогам Волгоградской области сегодня депутаты регионального парламента вручили благодарственные письма и грамоты. Спикер регионального парламента выразил признательность педагогам за преданность своей профессии. Всего в образовательных учреждениях Волгоградской области работает больше 17 тысяч учителей. Почетными грамотами и благодарственными письмами областной думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем Учителя награждены преподаватели школ, лицеев и гимназии Волгограда, Волжского, Камышина, Фролова, Урюпинска, Елани, Петрова Вала и Дубовки. Конечно же, этот день очень для меня особенный. Моя бабушка была учителем, тетя моей учителя. Работаю я уже 22 года. И потихоньку-потихоньку я достигла того, что стала учителем. И учителем уже высокой, высшей категории. С ребятами мы участвуем во многих всероссийских конкурсах, которым занимаем первые места. Вот завтра мы уже с ними отправляемся в город Москву на награждение. Победили мы в конкурсе всероссийском. Это о гарантии. Заняли первое место по четырем номинациям. На обучение из Волгограда отправили еще одну команду мобилизованных. В торжественной обстановке призывников проводили родственники, друзья, представители власти и общественных организаций. Военнослужащие пройдут курс подготовки на полигонах и учебных центрах. Затем будущие механики-водители, операторы-наводчики, командиры боевых машин пехоты, танков и бронетранспортеров пройдут боевое слаживание, отработают тактические действия в составе взводов, рот и батальонов. Свой первый, пусть и небольшой, юбилей отпраздновал Волгоградский исторический парк «Россия. Моя история». За пять лет десятки тысяч жителей и гостей города-героя посетили интерактивный музей и познакомились с многовековой историей нашей страны. И не только. В честь праздника организаторы подготовили необычный мастер-класс и рассказали о функциях головного мозга. А поздравить именинника приехали эксперт федерального агентства «Росмолодежь» Роман Степаненко, публицист Николай Стариков и певец и телеведущий Влад Соколовский. Все подробности у Дарьи Денисовой. Голограммы, сенсорные экраны, лайтбоксы, 3D-реконструкции сражений, зданий и целых городов. Купольный кинотеатр, круговая панорама, кино в чаше. И все это увлекательное мультимедийное путешествие в историю России от древнейших времен до современности. Квесты, интерактивные платформы, тесты на знания периодов истории нашего государства. В доступном и знакомом молодому поколению формате. Формат, безусловно, потрясающий. Интерактивные экспонаты, они завораживают. Это действительно интересно. Век информационных технологий. Это очень круто. Это особая атмосфера, особые люди. Всегда знаю, что если придешь, тут будут такие же люди, как и ты. Два больших зала и 42 эпохи российской истории. Рюрикович и Романовы. От великих потрясений к великой победе. Россия – моя история. Удивительным образом сочетаются факты прошлого и роль личности в истории страны. Эпохе Екатерины II и ее правлению великой державой в непростое время посвящена отдельная часть экспозиции «Тайны великих женщин». В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I была открыта цифровая интерактивная иллюстративная галерея. Посетив исторический парк «Россия – моя история», ребенок, молодой человек, уносит частичку своей родины, своей души, оставляет немножко сердце здесь. И вот эта связь, она является ключевой. В рамках празднования дня рождения сотрудники музея и представители общества знания рассказали о функциях человеческого мозга. Во время эксперимента участники мастер-класса выходили на сцену и пробовали общаться с публикой, реагировать быстро в сложных ситуациях, адекватно воспринимать шокирующую информацию, импровизировать и шутить. Если честно, я очень даже рад, что такие музеи появились. Очень важно в условиях нынешнего времени давать информацию более новым путем. Ребята просто супер. Я много езжу по России, много где бываю. И здесь очередной раз я понял, что просто активная, замечательная молодежь, которая адекватная. Как не стать жертвой информационных войн и как избежать манипулирования вашим сознанием? Автор более 20 книг, писатель и политолог Николай Стариков на примерах из истории провел причинно-следственные связи современных событий. А самому внимательному слушателю подарил свою новую книгу. Сознание людей – это тот ресурс дорогой, бесценный, которым многие в мире хотят управлять и направлять поведение людей в ту или иную сторону. Наверное, четвертый или пятый раз в различных городах посещаю выставку «Россия. Моя история» и считаю, что это очень-очень важно. Лекции в музее – любимое время у молодежи, студентов, вузов и школьников. А еще эта площадка для пространства – большая перемена. Центр непрерывного развития школьников. Здесь они могут обмениваться опытом, придумывать проекты и реализовывать их на практике. Мне мастер-класс очень понравился, потому что он был веселый, активный, самое главное, и еще познавательным. Я уже взял некоторые советы по прокачке мозга, поэтому это оправдало все мои ожидания. Лектории в музее «Россия. Моя история» объединяет людей с общими интересами. Пространство – большая перемена, часть федерального проекта «Билет в будущее». Познакомиться с моделями новых профессий, пройти тесты и выбрать для себя работу мечты волгоградские школьники могут в лаборатории будущего. Исторический парк сегодня – это площадка под девизом «Больше, чем музей». И мы стараемся сделать качественный контент для наших посетителей. С удовольствием будем ждать всех на площадке исторического парка. Уже совсем скоро в подобных исторических парках по всей России откроется экспозиция, посвященная 80-летию Сталинградской битвы. Исторический парк не просто открылся, а развивается, стал, по сути дела, такой многофункциональной площадкой для изучения истории, для общения молодежи, для патриотического воспитания. И вот именно такая подача, современная, интерактивная, вызывает очень живой, большой интерес, в первую очередь, конечно, подрастающего поколения. Уникальный для Волгограда современный мультимедийный выставочный комплекс – один из десяти в России. Культурный, патриотический и образовательный проект такого уровня реализован в нашем регионе впервые благодаря совместной работе администрации Волгоградской области, администрации президента России, фонда гуманитарных проектов Патриаршего совета по культуре. Тария Денисова, Александр Шишин. Время новостей. Зеленый подарок получили жители микрорайона Тулака. Активисты эко-проекта «Проросток» высадили молодые деревья вдоль аллеи по улице Ярославской. Экологическому десанту помогали и жители близлежащих домов. На зеленые акции побывала Дарья Коломыченко. Солнечное утро субботы. Учащиеся 54-й школы советского района начинают активно. Вместе с педагогами активисты экологического отряда вышли украшать свой родной город. Ребята берут в руки лопаты, саженцы деревьев и кустарников, и работа спорится. Они уже точно знают, как посадить зеленые насаждения так, чтобы те обязательно принялись. В этот раз, например, сажают акацию. «У нас, получается, в школе прижилось, потому что подходит и крем, и он такой неприхотливый, и прекрасно подойдет здесь. Это, во-первых, красиво, это экологично, это природа. Намного приятнее глазу, когда много зелени». Вдоль аллеи по улице Ярославской на Тулака уже десятки лет растут тополи. В рамках экологического проекта «Проросток» школьники дополнили существующую аллею, высадив более сотни саженцев тополя, акации и молодых кленов. Некоторые растения из питомника учебного заведения. «Мы назовем эту аллею «дружбой». И зачем мы это делаем? Мы считаем, что через дерево мы прививаем детям любовь. Мы прививаем любовь к трудомовому воспитанию, к экологии. Но и самое главное, мы прививаем любовь к родной земле, к малой родине, которая вырастила, выкормила, ну, соответственно, к могучей, великой нашей России». На субботник вышли все желающие, многие целыми семьями. Рабочий инвентарь в руки берут даже самые маленькие жители микрорайона. «Он в окошко увидел и говорит, пойдем тоже, ну, пойдем, вот пошли, посадили, да? Лучше, чем, конечно, за компьютером сидеть в интернете. Должно быть красивое место, чтобы приехали в Болгоград и сюда ехали, потому что у нас тут и пляж, у нас тут и парк, и все, что было здесь». «Я был уверен, что все получится. Столько людей хороших открылось, душевных таких, интересных, которые хотят преобразовать природу». За высаженными растениями будут следить также все вместе. Сотрудники районной коммунальной службы организуют регулярный полив с помощью спецтехники, дополнительно приобретенной в текущем году. «А теперь будет целый сад. Какая красота! Я думала, маленькие росточки, а тут уже крупные, да такие детки активные. Вот это 54-я школа, мне они сказали. Ну, молодцы, работают, работают, но работают. Так будет, я так рада, что наш район будет украшен». После активной работы, активный отдых, школьников объединил волейбол. Отметим, с начала нового учебного года активисты проекта «Проросток» высадили уже более 150 саженцев, клёнов, ив и других растений на базах школ, детских садов и медучреждений советского района. «Проросток» наоборот помогает нам озеленять Волгоград и советский район. Всего я хочу сказать, что в советском районе в рамках программы озеленения силами общественности, силами застройщиков, за что мы им благодарны, муниципальных учреждений, школ, садов, больниц высажены свыше 3000 деревьев и кустарников». Экологические акции в рамках проекта «Проросток» в Волгограде стартовали в конце 2021 года на базе образовательных учреждений советского района. Флагманы проекта средняя школа номер 54 и детский сад номер 348. Только за первые полгода ребята высадили в собственном питомнике около полутора тысяч саженцев деревьев, более 400 кустарников и около 3,5 тысяч цветов. Сейчас в экоотряде «Проростка» уже 10 образовательных учреждений района. Ранее глава Волгограда Владимир Марченко поручил оказать содействие по включению в эко-проект учебных заведений и в других районах города. Опыт сверстников уже переняли ребята из 8 школ и 22 детских садов областной столицы. Посадочный материал, выращенный детьми, будет и дальше пополнять «Зеленый фонд» Волгограда. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. Как получить 150 тысяч рублей за субботник, какие необычные имена дали волгоградские родители новорожденным в сентябре и чем питаться для укрепления сердца и сосудов. Далее краткий обзор самых читаемых публикаций портала mtv.online. Жительницы Серафимовического района подарили тепло защитникам Отечества. Женщины своими руками связали носки, перчатки и шарфы и отдали в пункты приема гуманитарной помощи. Скоро шерстяные приветы передадут бойцам. Волгоградцы могут выиграть в конкурсе 150 тысяч рублей за организацию субботников на природе. Для этого нужно провести уборку в лесу, в парке или на берегу водоема, затем отправить собранное на переработку и поделиться результатами с общественностью. Подробности на нашем сайте. Летом Альвина, Видана и Нарсес такие необычные имена дали волгоградские родители новорожденным в сентябре. А самыми популярными именами стали Артем и Анна. А также почему слабеет память. Доктор Валентина Жукова рассказала о трех факторах, из-за которых мозг начинает работать хуже. А для укрепления сердца и сосудов врачи рекомендуют употреблять в пищу зелень и листовые овощи. Лук, рукола, капуста и укроп. Что порезать в салат? Берите на заметку. Об этом и не только. Читайте и смотрите на портале мтв.онлайн. Волгоградский музей изобразительных искусств пополнение. Теперь в коллекции работ художника Ильи Машкова, чье имя носит музей, 100 картин. Сотый экспонат передала из частного собрания ученица Машкова. Работа начала 20 века выполнена в графическом стиле. Неизвестный ранее рисунок одного из основоположников русского модернизма уже высоко оценили эксперты. На торжественной церемонии передачи картины побывала Екатерина Кудряшова. Чувственный образ натурщицы, выполненный в тандеме угля, пастели и графита, своеобразный манифест свободы и творчества Ильи Машкова. Произведение в стиле ню времен самого идейного и самого строгого сталинского периода советского искусства. Сотая работа мастера в коллекции единственного в регионе художественного музея и 69-я в графическом стиле. За счет спонсорских средств пыталось приобрести 99-е и вот в этом году сотое произведение Ильи Машкова. Наша коллекция вторая по количественному составу после Государственного русского музея в мире. В русском музее хранится 103 произведения и мы очень надеемся, что мы скоро приблизимся и может быть даже станем первой коллекцией в мире, которая очень обширно и разнообразно представляет этого художника. Личность натуршицы неизвестна, но подлинность работы и сомнений не вызывает. Рисунок передан музею в дар из частной коллекции семьи ученицы-мастера Софьи Адливанкиной, сестры известного художника. Для нас очень ценно, что мы можем последить судьбу этой вещи, потому что практически все произведения, которые сейчас в наших фондах, могут быть таким своеобразным эталоном, потому что они пришли непосредственно из мастерской Ильи Ивановича Машкова. Наш музей делает все для того, чтобы работать с именем Машкова. Это произведение станет доступным для большого количества людей. Увидеть неизвестное ранее творение именитого земляка в Музее изобразительных искусств пришли десятки волгоградцев, художники, искусствоведы и архитекторы. Эксперты высоко оценили выразительность и самобытную эмоциональность работы и выдающегося мастера. Своим авторским техникам он обучил десятки студентов. Среди известных деятелей сферы культуры региона есть и выпускники вуза, в котором преподавал сам Машков. Я когда знал, что это будет графический лист, обнаженная модель, я уже знал, что я буду смотреть. И это подтвердило еще и то, что на таком тональной бумаге очень красиво. Мы даже не исключены, что мы можем сделать юбилейную монету в музее имени Машкова, где будет отмечено приобретение и, наверное, это будет монет великолепным сувениром для приезжих в наш город и посещаемых наш музей. Символично, что расширение коллекции музея состоялось в преддверии празднования 80-й годовщины победы в битве на Волге в августе 1942-го во время ожесточенных бомбардировок Сталинградская картинная галерея оказалась полностью разрушена, а коллекция утрачена. Спустя 20 лет музей возродили, сегодня его собрание насчитывает более 10 тысяч произведений и число их с каждым годом растет. Уверена, что эта работа займет свое почетное, достойное место, вызовет интерес и у волгоградцев, и у гостей, и у туристов, посещающих Волгоградскую область и позволит всем нам еще раз прикоснуться к творчеству гениального художника. В графике изящностью линии талантливый мастер сумел отразить воплощение свободы творчества и природной роскоши бытия. В память о знаковом событии все гости выставки получили вот такую миниатюру картины. Илья Машков создал более 600 произведений, но несмотря на широкую известность художника, его творческое наследие до сих пор полностью не учтено. Впереди у научных сотрудников музея большая исследовательская работа, новый экспонат посетители смогут увидеть уже на ближайшей выставке, посвященной отечественному искусству. Екатерина Кудряшова и Андрей Кирсанов. Время новостей. 12 лет он служит в «Молодежке». Более 40 ролей в различных постановках. В Волгоградском молодежном театре состоялся бенефис актера Андрея Тушева. Ему исполнилось 45 лет. В юбилейный вечер зрители увидели артиста в главной роли в спектакле «Евгений Онегин». Подробности в нашем следующем сюжете. Он рос обычным мальчиком. Учился в школе, занимался спортом, гулял с друзьями. Но уже в детстве у него начал проявляться особенный творческий дар. Андрей сам того не осознавая демонстрировал его во время игр. Мы играли на бандитов и милиционеров. Конечно, я был бандитом, а старшие по возрасту ребята были, конечно, милиционерами, потому что милиционер мог немножко побить бандитов. Серьезное увлечение театром началось позднее, в подростковом возрасте. По счастливой случайности Андрей оказался на репетиции театральной постановки в детско-юношеском центре Волгограда. Действо на сцене его не впечатлило, и тогда он произнес крылатую фразу Станиславского «Не верю». А режиссер, оказывается, сидел рядышком. И она говорит, ну иди покажи, как надо. Я говорю, господи, что тут... Ну, она мне ничего не сказала. Я, конечно, показался плохо, конечно, все очень было отвратительно, но самое главное, она что-то для себя увидела и говорит, приходи на следующий, вот тогда-то будет репетиция. На тот момент Андрей Тушев уже закончил профсехучилище и получил образование «Станочник широкого профиля». Работал на заводе. Признается, о сцене даже мечтать не мог, но и свою жизнь без театра Андрей уже не представлял. В 2001 году он оканчивает Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Начал работать на профессиональной сцене еще во время учебы. Служил с 1998 по 2009 годы Волгоградских «Тюзи» и «Нэти» в русском психологическом театре в Москве. Затем судьба приводит его в Волгоградский молодежный театр. Играет Колумана Конора в «Тоскливом Западе». Зритель начал ржать. Это был смех со слезами, потому что играется трагедия, но она настолько парадоксально смешная, что без смеха на это и без слез нельзя. И люди вставали, хлопали, аплодировали, говорили спасибо. За 12 лет он исполнил свыше 40 разноплановых ролей. Профессионал своего дела. Он никогда не останавливается на достигнутом и каждый образ продумывает до мелочей. Судьбу своих героев он буквально проживает на сцене. За работу в постановке «Синий платочек» Андрея Тушева наградили памятным знаком губернатора Андрея Бочарова. В 2022 году актер сыграл свою первую главную роль Евгения Онегина. Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподступных, непостижимых для ума. В юбилейный вечер актеры пришли поздравить близкие друзья и поклонники. Редко кто из актеров играет такие разноплановые роли. То ли внешность такая универсальная, что можно кого угодно сыграть, то ли такая пластичная психика. С ним сотрудничаем уже давно. Я хочу ему пожелать, конечно, здоровья, а потом мне всегда очень нравится в нем такая страсть и такой интерес к тому, что он делает. Дмитрий Полянин вручил благодарственное письмо от главы города Владимира Марченко и поблагодарил за актерский труд. С вами уже знакомы не один год. Вы радуете каждым своим спектаклем, выходя на эту сцену, еще раз доказываете, что вы действительно служите театру, по-настоящему ее любите. Поэтому мы вас очень ценим, любим, надеемся на дальнейшие творческие, интересные работы, ну и всего-всего хорошего. Спасибо. Коллектив МТВ поздравляет Андрея Тушева с днем рождения. Желаем, чтобы творческий потенциал всегда был реализован. Пусть роли будут главными, а аплодисменты – бурными. Светлана Ларикова, Инна Емельянова, Глеб Волков. Время новостей. Незаконное хранение наркотиков, угон автомобиля и полмиллиона рублей по шенникам. Сводку происшествий за минувшие сутки представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Мария Шелихина. Несколько свертков с синтетическим наркотиком изъяли инспекторы ДПС у пассажира отечественного ВАЗа. Автомашину под управлением 41-летнего водителя автоинспектора остановили на стационарном посту в Светлоярском районе. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили в салоне свертки предположительно с наркотиками. Такой же сверток в ходе личного досмотра был изъят и у пассажира автомашины, 46-летнего жителя Республики Калмыкия. Водитель и пассажир автомашины доставлены в отдел полиции. Изъятые направлены на исследование. До 10 лет лишения свободы грозит ранее судимому 47-летнему жителю Быковского района, подозреваемому в незаконном хранении наркотиков. В ходе проведения оперативных мероприятий в хозяйственной постройке, принадлежащей подозреваемому, полицейские обнаружили и изъяли свыше 200 граммов растительного наркотика, марихуаны. Подозреваемый сознался, что наркосодержащие растения нарвал на пустыре и хранил для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в угоне отечественного ВАЗа задержали инспекторы ДПС в тракторозаводском районе. Об угоне автомашины в полицию сообщил автовладелец. По ориентировке автомобиль был обнаружен нарядом ДПС в Краснооктябрьском районе. За рулем угнанного автомобиля находился 17-летний подросток, а в салоне еще один несовершеннолетний. Также в салоне полицейские обнаружили снятые с машины государственные регистрационные знаки. В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Жители региона продолжают верить мошенникам. Полмиллиона рублей перечислила на счет афериста 46-летняя Волгоградка после того, как ей позвонил неизвестный под видом сотрудника банка и сообщил о попытке незаконного списания денежных средств. Потерпевшая оформила кредиты в нескольких банках, после чего перевела денежные средства на указанный аферистам счет. Уважаемые граждане, напоминаем, что такие звонки поступают только от мошенников. Не переводите свои сбережения неизвестным, какую бы информацию они вам не сообщали. Сегодня по народному календарю отмечается День Кондрата до Ипата. Считается, что хороший сон, увиденный в ночь на 4 октября, станет предвестником прибыли. А вот плохие сновидения укажут на то, что пора заняться своим здоровьем. Почему сегодня не стоит долго стоять на пороге и совершать крупные покупки? А также о народных приметах, обычаях и запретах расскажет мой коллега Алексей Ячевский в программе «Народный календарь». Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» в студии Алексей Ячевский. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечается память апостола от 70-ти кадрата, который в I веке проповедовал Слово Божье в Афинах и носил чин епископа. По преданию он обратил в христианство многих язычников, что вызывало ненависть закоренелых идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа напала на кадрата, чтобы побить его камнями. Хотя кадрат остался жив, язычникам удалось его схватить и бросить в темницу, где мученик впоследствии скончался от голода. Самым известным трудом кадрата считается апология христианства, которая так впечатлила императора Адриана, что он издал указ, запрещающий осуждать кого-либо без улик. Также в этот день церковь чествует двух священномучеников, погибших за веру в VIII веке – епископа Ипатия и пресвитера Андрея. На Руси кондрат или кадрат, да и ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать в первую очередь. Удобрять землю свежим навозом. Мудрые люди говорили «Не присядешь без дела на кадрата, да ипата будешь богатым». Однако существовало и другое убеждение, будто бы простому человеку не приобрести богатство, как бы он не трудился. Кадрат с ипатом помогают богатеть богатым. Говорили по этому поводу. В это время начинали замолотки. С вечера топили авины – двухэтажные строения для молодьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, где были разложены снопы. Жар подсушивал колось, и зерна затем легко вымолачивались. Первый авин на кондрата да ипата крестьяне называли именинным, а для молотильщиков на завтрак варили овсяную кашу, хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок. Говорили при этом. Вечером же работников угощали пирогами. В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменений четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной. С четвертым днем второго месяца осени связано несколько запретов. Нельзя поднимать ничего на перекрестке и занимать кому-то деньги. По разным причинам человек не сможет вернуть их в скором времени. Категорически запрещается долго стоять на пороге, иначе можно притянуть беду в дом. Не стоит тратить деньги на крупные приобретения. Радости от таких покупок все равно не будет. Не рекомендуется засылать сватов. Сватанье на Кондрата сулит распад пары. В эту дату народные целители читали заговоры и проводили разные обряды для плодородного будущего года. Хороший сон, увиденный в эту ночь, станет предвестником прибыли. А вот плохие сновидения укажут на то, что пора заняться своим здоровьем. Ну а сейчас, по традиции, в конце выпуска поздравим наших дорогих именинников. Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Данил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипати, Исааки, Константин, Петр. От всей души поздравляем вас. На этом у меня все желаю вам хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Сразу после выпуска новостей смотрите программу Сергея Медведева о загадке века неизвестной Рихард Зорге. Что стало причиной провала разведгруппы, которая 6 лет успешно действовала в Японии. И почему Сталин, которого Зорге предупреждал о дне нападения Германии, о том, что Япония не вступит в войну против СССР, отказался обменять его на плененных японских генералов. Смотрите в 14.30. И к этому часу у меня все новости. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Полная лента новостей на информационном портале mtv.online. Все наши сюжеты и программы на сайте rutube.ru. Мы будем следить за развитием событий. Встретимся в эфире уже в 17.00. Оставайтесь с нами. Сегодня в Волгограде переменная облачность. В течение дня будет идти дождь. Ветер восточный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 16 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok